Президент Садар Джапаров в Ташкенте. Сегодня начался первый день его государственного визита в Узбекистан. В международном аэропорту Ташкент имени Ислама Каримова президента Джапарова встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В аэропорту была выстроена рота почетного караула, были вывешены государственные флаги двух стран. После прилета Садар Джапаров возложил цветы к монументу независимости и гуманизма на площади Мустыкилик. В Ташкенте в ближайшие часы Садар Джапаров проведет переговоры со своим узбекским коллегой Шавкатом Мерзиёевым. Ожидается, что лидеры стран обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия. В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч президента Джапарова с председателями обеих палат парламента Узбекистана Али Мажлиса. Также Джапаров встретится с премьер-министром соседней страны Абдуллой Ариповым. Задержанного ранее по подозрению в коррупции и рейдерском захвате депутата Дуйшона Туракулова выпустили из СИЗО ГКНБ. Об этом журналисты узнали, когда парламентарий сегодня утром явился на заседание Джугар Кукинеша. Он был в приподнятом настроении и его тепло приветствовали некоторые коллеги. Сам Туракулов потом подошел к журналистам и сообщил, что накануне вечером Первомайский суд Бишкека изменил ему меру пресечения на домашний арест. Судебные инстанции потом подтвердили его слова. Напомним, Дуйшон Туракулов был задержан 16 января по подозрению в рейдерском захвате завода по переработке кожи в Аше. Депутату также вменяется статья «Коррупция». Туракулов является членом фракции «Бирбол». До депутатства работал на таможне и в мэрияша. Во время октябрьских событий прошлого года объявил себя мэром Южной столицы, но продержался на этой должности всего день. В Джугур-Кукинеше, кстати, прошло отложенное накануне голосование по законопроекту о назначении референдума по новой Конституции. Документ принят сразу во втором и третьем чтениях. За проголосовали 94 депутата, против – 6. То есть всего регистрацию прошли 100 парламентариев. Журналисты, наблюдавшие за процессом, сообщают, что фактически в зале находилось 83 депутата. Таким образом, так или иначе, законопроект принят. Если его подпишет президент страны, то можно считать, что референдум по Конституции назначен на 11 апреля. На этот день, напомним, уже назначены выборы в местной Кенеши. Вновь массовое отравление на юге страны. В Красуйском районе Ужской области празднование 60-летия местного жителя закончилось отравлением гостей. Два человека скончались, еще девять находятся в больнице. Известно, что 6 марта житель села Нариман на свой юбилей пригласил друзей и родственников. Всего примерно 25 человек. На следующий день многие из них были госпитализированы. В результате пищевого отравления скончались сноха юбиляра и его друг. Что стало причиной пищевого отравления, пока неизвестно. Чиновники Минсоцразвития во время пандемии закупили инвалидные коляски по завышенным ценам. ГКНБ ведет досудебное производство по статье «Заключение заведомо невыгодного контракта». Как сообщается, в прошлом году министерство закупило 522 инвалидных коляски по 57 тысяч сомов за единицу. Хотя фактическая стоимость каждой из них составляла 15 тысяч сомов. Следствие считает, что своими действиями должностные лица Министерства труда и социального развития нанесли ущерб бюджету государства на сумму более 15 миллионов сомов. По подозрению в преступлении задержан заведующий сектором госзакупок ведомства. Его водворили в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ. Кыргызстан отправит самолет в Сирию, чтобы вывести своих граждан. Об этом накануне в парламенте сообщил заместитель министра юстиции Марат Канулькулов. По его словам, в правительство было издано распоряжение. Согласно нему, сейчас готовится делегация и спецборд, который в ближайшие дни вылетит в Сирию, чтобы вывести находящихся там в разных лагерях граждан Кыргызстана. Прежде всего, речь идет об эвакуации из зон конфликта женщин и детей. С 2013 года отметим зону боевых действий на Ближнем Востоке. Отправились тысячи выходцев из Центральной Азии, в том числе и нашей страны. Ранее операции по возвращению своих граждан провели власти Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. В прошлом году, напомним, правительство Кыргызстана сообщало, что проработало вопрос возвращения на родину около 80 детей кыргызских граждан, находящихся в Ираке. Тогда отмечалось, что отцы этих детей были убиты в ходе боев, а матери в большинстве случаев приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кыргызстанцы, находящиеся за рубежом, смогут получать необходимые справки дистанционно. Об этом сообщили в пресс-службе правительства. Как отмечается, для того, чтобы граждане могли запросить различные документы социально-правового характера из госорганов Кыргызстана, запускается автоматизированная информационная система истребований. С ее помощью можно будет запросить справки о налоговой задолженности, пенсии, периодах работы застрахованного лица, брачной правоспособности, отсутствии судимости, подтвердить подлинность водительских удостоверений и документов об образовании. Выдаваемые электронные справки будут также заверять электронной подписью консульского должностного лица, подлинность которой можно будет проверить на сайте Министерства иностранных дел. В стране наблюдается острый дефицит топлива. Сейчас, по данным Минпромэнерго, обеспеченность горюче-смазочными материалами составляет лишь 59% от общей потребности для проведения весеннеполевых работ. В ведомстве отмечают, что для пахотных работ в этом году потребность составляет 39 тысяч тонн топлива. То есть не хватает еще 16 тысяч тонн. Как сообщают в ведомстве, на нефтебазах и автозаправочных станциях сейчас производится накопление необходимого объема ГСМ для проведения весеннеполевых работ. В этом году, как рассказали в Минпромэнерго, планируется беспошлиный импорт ГСМ из России. 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива, около 100 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей. Всего на уровне около 1 миллиона тонн. При этом отметим, годовая потребность нашей страны в ГСМ составляет 1 миллион 200 тысяч тонн. Заболели столько же человек, сколько выздоровели. За минувшие сутки, по данным республиканского штаба, по стране выявлено 52 новых случая заражения коронавирусом. Половина из них в Бишкеке. Еще 16 человек в Чуйской области, в Оржской – 6. По два случая в Иссыкульской и Баткенской областях. В остальных регионах случаев заражения не зарегистрировано. Не зафиксировано за истекшие сутки ни одного летального случая. Больница, где сейчас находится 291 человек с коронавирусной инфекцией, в том числе с внебольничной пневмонией. Состояние 79 из них врачи оценивают как тяжелое. Еще у 15 состояние крайне тяжелое. И на этом пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь на канале НТС. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok